В Камыстинском районе молодые и активные жители стали участниками акции в поддержку патриотической идеи, высказанной главой государства Мангелик-Ель. Идею Мангелик-Ель наша страна, наше общество реализует только в таком случае, если мы будем сильны экономически. А чтобы мы были сильны экономически, конечно, у нас должны быть специалисты. Только специалисты, только люди, которые любят свое дело, могут поднять экономику. Я хотел бы нашим молодым людям пожелать ваших верзаний успехов. Новым ориентиром для молодых людей должна стать созданная в Камыстинском районе «Золотая книга». На суд общественности ее представили впервые. Отбор претендентов, достойных внесения туда, проходил открыто. В итоге отобрано было около 40 человек. Победителей определили по четырем номинациям. Одиннадцатиклассник Ливановской средней школы Азамат Ермикпаев признан победителем в номинации «Молодежный лидер». Никаких особенных, уникальных заслуг и способностей за собой молодой человек не замечал. Но отмечает, он очень патриотичен и верит в свою страну. Я занимаюсь спортом, также увлекаюсь научной деятельностью, хорошо учусь в школе. Победителем в номинации «Культура» стала десятиклассница Ордак Ердаулет, неоднократная участница и призер певческих конкурсов районного, областного и международного уровней. Учитель музыкальной школы Макпал Байзакова стала лучшей в номинации «Образование». Вписано в «Золотую книгу молодежи» и имя Ливани Джворидзе, прославляющего свой район на борцовском ковре. Мы надеемся, что из года в год эта книга будет пополняться, будет достойной молодежи там пополняться. Ну, соответственно, мы как впервые, просто в этом году у нас вот в феврале месяце выпало. А в следующий раз, каждый год мы будем уже проводить это мероприятие ближе к Новому году, будем проводить бал молодежи, мы планируем. И ежегодно будем пополнять количество наших лауреатов, номинантов «Золотой книги». Валерия Зиновьева, РТН, Камастинский район, при содействии телекомпании «Акцент». Продолжение следует...